В минувшую субботу для православных верующих состоялся один из главных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По традиции в этот день в Старецко-Свято-Успенском монастыре прошел праздник для первоклассников. Будущих школьников напутствовали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, губернатор Игорь Руденя, советник президента России Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. В Старице побывала Наталья Чекет. Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православной церкви. В этот день верующие вспоминают кончину Божьей Матери. Также в это время заканчивается Успенский пост. Митрополит Тверской Кашинский Амбросий провел божественную литургию в Старецко-Свято-Успенском монастыре, после чего прошел крестный ход вокруг обители. В этот же день по сложившейся традиции в преддверии нового учебного года прошла церемония напутствия первоклассников. В праздники приняли участие 192 первоклассники из школ Старецкого района. Для вас, маленькие первоклассники, это замечательный и очень знаковый день. По сути, сегодня, вот с такого торжественного мероприятия, начинается ваша новая жизнь. Я хочу вам пожелать, чтобы через 11 лет вы все будете стоять здесь, будете отмечать свой выпуск из школы. Желаем успехов, здоровья и радости. Гости, которые присутствовали на мероприятии, пожелали первоклассникам, чтобы они с нетерпением хотели идти в школу. И чтобы им было интересно не только на переменах друг с другом, а самое главное – на уроках. Чтобы каждый раз вы рот открывали от того, что, познав новое, вы можете прибежать домой и очень весело рассказать это своим родителям, бабушкам, дедушкам о том, что вы узнали чего-то такое, что вас вдохновило. Сегодня мы здесь видим разные семьи. Семьи, которые вот таких замечательных детей воспитали. Семьи, которые вырастили и воспитали тех, кто стали руководителями, тех, кто созидает, дарит. Пусть летит первый класс. В этот же день в рамках визита в Старицу председатель правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Игорь Руденя осмотрели недостроенную поликлинику Старицкой ЦРБ. На данный момент в медицинском учреждении возведены стены и междуэтажные перекрытия, установлена стропильная кровля, а также оконные блоки. Смотря на пандемию, все объекты здравоохранения, которые оказывают плановую медицинскую помощь, остаются в абсолютном приоритете. Сейчас по этой поликлинике губернаторам принято решение все документы привести в порядок, для того, чтобы можно было строить уже нормальный объект. В свою очередь глава региона сообщил, что из бюджета области будут выделены средства на проведение ремонта и приобретение оборудования. Мы понимаем, что это дополнительные средства, которые нам правительство уделяет. Тут очень большая ответственность. Тверская область сама за счет своего бюджета будет выполнять все необходимые функции и по ремонту, и по оборудованию. Сейчас разработан проект реконструкции поликлиники с учетом действующих норм в области строительства, энергоэффективности и безопасности. Планируется, что в 2022 году медицинское учреждение будет открыто.